Расстрел в Германии. Кто заставляет немецких евреев опять дрожать от ужаса? Происшествие. Международное положение 11 октября 2034. Расстрел в Германии. Кто заставляет немецких евреев опять дрожать от ужаса? Ответственный за антисемитский теракт в Гали делают партию альтернатива для Германии. Сергей Дебрир. Комментария в просмотров 1933. На фото. Жители немецкого Гали почтили память погибших в результате стрельбы возле синагоги. Фото. AP. TASS. Третий день Германия переживает трагедию, случившуюся в среду, 9 октября, в 240-тысячном городе Гали, федеральная земля Саксонианхальд. Утром этого дня, когда верующие иудеи отмечают свой самый главный праздник – Судный день, Йом-Кипур, 27-летний коренной немец Штефан Балетт, попытался реализовать свой план нападения на синагогу в Гали. Как сейчас полагают следователи, за образец он взял действие стрелка из новозеландского края Щорча, совершившего в марте 2019 года два теракта в мечетях, застрелив 51 человека и ранив 49. К проведению теракта Балетт подготовился основательно, подобрал экипировку полувоенного образца, надел на голову стальную шлем-каску, который прикрепил веб-камеру. Первые 35 минут своей акции он транслировал в режиме реального времени в сеть, вооружился самодельным пистолетом, самодельным длинноствольным ружьем и самодельным же автоматом. Как позже установят эксперты, все огнестрельное оружие изготовлено с помощью 3D-принтера, а также несколькими самодельными взрывными устройствами. СВУ. После задержания болита в автомашине Volkswagen Golf, которую он использовал для передвижения, полиция обнаружила сумку со взрывчаткой весом около 4 килограммов. Читайте также. США тешат себя рассказами об устаревших Су-57 и прекрасных F-35. Отстав от русских на 40 лет западный блогер Андрей Раевский о новых вооружениях и новой тактике боя до начала своей акции Балетт сделал заявление. На плохом английском он сказал, «Привет, меня зовут Анон, и я считаю, что Холокоста никогда не было. Псевдоним Анон». Популярен среди правых экстремистов на форумах и онлайн-платформах. СД. На самом деле, я собирался штурмовать мечети или антифашистский центр, потому что они менее защищены, чем синагога. Но это не будет иметь значения, потому что за столбитыми големами все равно будут стоять евреи. Феминизм он назвал ответственным за массовую эмиграцию, выразил свой гнив в отношении канаков. Канакин – презрительное прозвище, которое немецкие неонации используют в отношении живущих в Германии выходцев из Турции, и резюмировал все сказанное им словами – корень всех проблем евреей. Я хочу сегодня убить как можно больше не белых, желательно евреев. Чтобы убить хотя бы одного еврея, стоит умереть самому. В начале десятого часа утро Балетт подъехал к синагоге, где в тот момент для праздничной молитвы собрались около 80 человек. Обнаружив, что все двери закрыты, он, ругаясь, вернулся к своей машине и достал сву. В это время к нему подходит женщина. Она с ним заговаривает, затем разворачивается и уходит, Балетт следует за ней и несколько раз стреляет ей в спину из пистолета. Затем он бросает сву через стены на территорию еврейского кладбища, но взрыва не происходит. Из ружья он трижды стреляет в дверь, но она выдерживает. Он опять ругается, траханая о дверь. Может, они выйдут. Он настолько зол, что снова делает несколько выстрелов из автомата по телу неподвижно лежащей женщины и называет ее свиньей. Затем садится в машину, проклиная евреев и извиняясь перед зрителями. «Извините, ребята, за мою неудачу!» Однажды неудачник всегда неудачник. Затем Балетт начинает искать других жертв. «Теперь только кнаки остаются», — говорит он на камеру. Проехав несколько улиц, он замечает кебабную. «О, Дионер, надо брать», — говорит он и бросает сву, но устройство, не взорвавшись, отскакивает от двери. Случайный прохожий забегает в кебабную. Там находятся еще две мужчин. Один из них убегает в заднюю комнату, другой прячется за холодильником. Балетт с автоматом и ружьем в руках подходит к кебабной и пытается стрелять из автомата, но оружие заклинивает. «Жри, мужик», — ревет Балетт и стреляет из ружья в молодого человека за холодильником. Затем идет к своей машине, берет другое ружье и начинает стрелять по прохожим, но им удается убежать. Тогда он возвращается в кебабную и наводит ствол на лежащего за холодильником молодого человека. Тот умоляет его не стрелять, но болит со словами «О, он все еще жив», — стреляет в него несколько раз. Потом уходит, садится в машину, отъезжает, затем снова останавливается, стреляет по прохожим и начинает их преследовать пешком, но тут видит подъезжающую полицейскую машину. Укрывшись за своим гольфом, он несколько раз стреляет в сторону полицейских, те отвечают огнем. Тогда болит садится за руль и уезжает, снимая по дороге каску с веб-камерой. Запад все еще надеется запугать Россию и добиться тупой покорности. Испанский министр, назвавший нашу страну врагом Европы, возглавит дипломатию ЕС. Штефану Болиту предъявлено обвинение в совершении двойного убийства, 40-летней женщины у синагоги и 20-летнего молодого человека в Кебабиной, 9-ти покушениях на убийство и других преступлениях. Расследование по данному уголовному делу проводит Генеральная прокуратура ФРГ. Услывшив первые сообщения об этом во всех смыслах чрезвычайном происшествии, когда еще была неизвестна личность преступника, моей первой мыслью было то, что совершить этот теракт мог как исламский террорист, так и немецкий правый экстремист. Антисемитизм в исламе сегодня развит гораздо сильнее, чем в европейских обществах, в том числе и в немецком. Санкционировав массовую нелегальную иммиграцию мусульман из стран Азии и Африки, канцлер Германии Ангела Меркель импортировала в ФРГ исламский антисемитизм, вследствие чего жизнь евреев в Федеративной Республике стала теперь, скажем так, беспокойнее. Но сейчас, когда уже известно, кто совершил теракт в Гали, зададимся вопросом, а кому он был выгоден, этот теракт? В одном я убежден, он абсолютно не выгоден более того, крайне вреден партии и альтернатива для Германии, АТК, которая исключительно законными способами пытается изменить политическую ситуацию в стране. АТК успешно и быстро развивается, набирая все больше голосов на всех выборах, притягивая к себе симпатии тех избирателей, кто прежде традиционно голосовал за ХДС. Новая гигантская волна мигрантов окончательно сметит Меркель в Берлине ждут повторения миграционного кризиса 2015 года. Но христианские демократы из ХДС клянутся, что никогда не войдут в коалицию с АТК. Следовательно, им придется войти в коалицию с партией левые, но именно ХДС многократно повторяла, с левыми никакой коалиции быть не может. И здесь нравится это кому-то или нет, настанет своего рода момент истины. Если ХДС войдет в коалицию с левыми, то это станет полным разоблачением христианских демократов, которых канцлер Меркель уже давно превратила из консервативной христианской партии в лейкий гибрид социал-демократов с зелеными. Но очередной канцлерский трюк смычка ХДС с левыми многие избиратели ХДС и ее рядовые члены вряд ли смогут простить своему руководству. Вот и получается, что перед земельными выборами 27 октября в Тюринге и наиболее заинтересованными в теракте в Галлии являются сегодняшние правящие в Германии партии, называющие себя консерваторами члены блока ХДС, ХСС и социал-демократы из СДПГ. Нет, у меня ни на йоту нет подозрения в их хоть какой-то причастности к этому теракту. Но выгодополучателями от него являются-то, в первую очередь, они. Во всяком случае, именно они тут же стали использовать трагедию Галли в своих политических целях. Вспомним, про правительственные СМИ и этаблированные политики Германии мгновенно нападают на АТК в случае, если она указывает на происхождение преступников и проводимую Меркель миграционную политику. Они вопят о том, что это нельзя инструментализировать и использовать в политических целях. Путин запретил телеканалам очернять Украину, но не сказал, кого можно почему государственные СМИ больше озабочены проблемами незалежной, чем людоедскими реформами на родине. СМИ Германии на более чем 70% левые, поэтому они будут безостенчиво связывать теракт в Галли с партией АТК-фактой для доказательства и мне требуется им более чем достаточно highly likely. Поэтому в ближайшее время следует ожидать раскрутки истерии против альтернативы для Германии. Не исключено, что ко дню выборов в Тюринге такая истерия действительно понизит рейтинг АТК и повлияет на их результаты. Немецкий избиратель Пуглив и не уверен, как олень в лесу, он дрожит всем телом и удирает от любого хруста ветки, либо раскаркавшихся ворон. Понятно, что самое большое волнение сейчас поднялось в еврейском сообществе Германии. Не надо быть правитцем, чтобы предсказать, что при сохранении сегодняшней миграционной политики правящей элиты ситуация в гражданском обществе ФРГ будет только ухудшаться. На повестку дня все более реально выходят конфликты в обществе, в том числе и этнические и религиозные, которые могут ввергнуть его в пучину кровавых междоусобиц. Своей безумной миграционной политикой власти ФРГ уже давно импортировали в страну почти все проблемы мусульманского мира. Сейчас, к примеру, начались военные действия Турции против курдов. Как это скажется на взаимоотношениях турок и курдов, которых в Германии, по самым скромным оценкам, не менее 4 миллионов? Большой вопрос. В такой ситуации проявления антисемитизма могут тоже только активизироваться. Германия. Новости мира. Россия готова помочь Нидерландам в расследовании крушения. МХ-17.